Здравствуйте, дорогие друзья! Об этом, наверное, мечтает любой заточник, когда принесут вот такое количество ножей на заточку. Так и мне принесли пакет ножей, я даже не знаю, сколько здесь штук, на заточку. Ну что ж, давайте будем смотреть, что за ножи, какое количество и я скажу, какими я буду подбирать абразивами, чтобы это все, как говорится, точить. Абразивы будут подбираться в соответствии с теми ножами, которые здесь есть. Это скорее видео будет интересно новичкам, которые только начинают, как говорится, точить это все, поэтому для них это более будет, наверное, востребовано в виде видео, нежели корифеем заточки. Ну что ж, давайте начнем. Так, даже сюда положили один керамический нож из Икеи. Есть два скола, даже три. Ну, скорее всего, что заточку я его не возьму, потому что это очень долго, нудно и непродуктивно. Ну, пока я его отложу в сторону. На нем останавливаться не будем. Так, ножик номер один. Надоба какая-то. Может, кто слышал такого? Так, ну, обычно, я так понял, не ржавейка. Видите, да, скол вот в этом месте. Явный такой деформация на режущей кромке. Вот на эту сторону он выходит, на замятие, вернее, такое. Так, номер один. Так, следующий. Следующий тоже из этой оперы Надоба. Это, скорее всего, филейничек. Здесь надо будет чуть-чуть его подстучать. Видите, да, что творится. Он погнутый. Буду выравнивать. Потому что деформация, конечно, здесь вообще просто трэш. Как можно использовать так? Здесь. Здесь длинный, тонкий. Тоже из этой. А, нет, это... Фиш... Вот такой вот. Дальше. Так, этикетки сюда. Так, это... Малибден Ванадиум. Какой-то ножик нарисованный. Надпись и батарейка. Или щит. Не знаю, что за логотип. Это, скорее всего, маленький... Это, скорее всего, маленький... Вочничок. Смотрите на Ирка. Так, здесь. Это уже два шефа. Тоже Надоба. Этот более-менее ровный. Так, здесь что? Это вот тоже Надоба. Сантоку. С пропилами. Чтоб сыр не приставал. Так. Это, в основном, одна серия ножей. Вот они. Это из другой оперы. Это с третьей оперы. Такая сборная Савянка. Дальше. Кима. Российская марка. Вот такого еще ножа я не видел. Сталь на клинке. 5-хром. 15-МОВ. Вот такой вот ножик. И вот такая вот режущая кромка. Дальше. Так. Вот такой вот манюпусенький. Ну, это серия ножей из пятерочки, из магнита или еще какого-нибудь. Так. Здесь Трамантино. Трамантино-1. Вот здесь рыбак. 165-Х-13. Ну, я думаю, что это кизляр. Вот такой вот осетр здесь. И здесь осетр. Вот клеймо. К. Ну, скорее всего, по форм-фактору. Скорее всего, что кизляр. Рекурва. Кончик. Здесь просто, конечно, весь в зазубринах. Так. Дальше. Фортуна. Фортуна. House & Home. Это похож на Трамантину с деревянной ручкой, но чуть-чуть свой такой своеобразный форм-фактор. Похоже, что-то на Трудвача. Так. Ну, и Трамантино. Это вся серийная. Здесь Трамантино. Со спусками сканди, можно так сказать. Ну, здесь вот такой широкий уже подвод. Его точили только на вот эту сторону, потому что, смотрите, какая здесь ширина подвода и какая здесь. И, соответственно, если смотреть вот так вот, режущая кромка вся завалена вправо. Вот такая Трамантино. Еще одна Трамантино. Серийторная. Маленькая. И вот такой вот нож. Показываю сразу. Кожаная наборная рукоять. Скорее всего, алюминиевый тыльник. Вот такой вот ножик. Присутствуют два дола. Сталь на клинке. Без опознавательных знаков. Вот такой вот больстер. Ну, в общем, нужно будет затачивать. Здесь уже, в общем, пытались уже миллион раз точить. Ну, где-то что-то надписей нет. Но я его постараюсь отмыть. Посмотреть, это ржавчина или нет. Может, это кованый подшипник. Не знаю. Ну, в общем, пока в сторону. Ну, что ж. Сразу, смотря на повреждения режущей кромки, естественно, абразивы будут следующие. В любом случае, первый это будет китайский алмаз на гальванике. Никаких корбидов кремния, ничего. Китайская гальваника для восстановления геометрии, восстановления РК, чтобы убирание скулов. Где он у меня там? Вот он. Вот алмазный брусок от жуков, 240 грит. И также я буду продолжать его затачивать теми же самыми китайскими алмазами на гальванике. Это будет более быстро, более практично и более с лучшим, как говорится, КПД. Финишировать, скорее всего, буду тоже китайским алмазом, либо двухтысячником, либо трех. Посмотрю, как она будет затачиваться, но, возможно, некоторые ножи, которые, я так понял, особо часто в работе, судя по тому, как, говорится, убитая режущая кромка, потому что его, скорее всего, точили на точилке рыбковой, я финиширую, так как, я так думаю, это нож более востребованный, я финиширую его на туфите. Ну, а уже ж вам показываю, что там получилось в конце. Начинаю точить с ножа Тима, российская марка, 5 хром, 15 молибден ванадий. Попадаю в тот заводской угол, который есть. Ну, понятно, что это заводская была заточка, здесь ширина подвода, допустим, миллиметр. Здесь он уже миллиметр и три. Буду так и протачивать, так как форма ножа довольно специфическая, тонкий кончик и широкая в районе пятки, широкая часть, то есть пришлось эту часть более утопить, чтобы режущая кромка более-менее параллельно была губкам, то есть чтобы выйти практически на одинаковую ширину подвода. Точить начинаю жуком, алмазом, 240 брит. Обязательно надо, так как это у нас... Господи, всё, убирали часы. Всё, начинаем минутку, засекаем и погнали. Точим с одной стороны. Минуту и переходим на другую сторону. Точить буду алмазами и алмазом финишировать. Потому что нож используется, я так думаю, крайне редко, судя по работе. Вот, поэтому будет достаточно китайских 3000 грит для агрессивной работы и для нормального этого. Спокойно протачиваем, без нервов, без скоростей, без ничего. Вот здесь явно выраженный скол. Протачиваем до тех пор, пока не образуется заусенец и не сравняем вот эту часть. Сделаем ровную для линиевой режущей кромки. Ну что ж, потом покажу, что получилось на финише. Что касается вот этого ножа, когда начал, думал, уберу сколы все проточкой, нифига подобного. Пришлось брать вот такой вот алмазный натфиль, сносить по ИРК, полностью убирать все эти-эти скольчики и по-новому протачивать. Сразу хочу сказать, что нож по заточке прибыл, скорее всего, оттуда. Твердость здесь не запредельная. Очень пластичный, в меру твердый, где-то 56, наверное, 57 максимум. Гретона 57, твердости нету. Но, алмаз, грызер хорошо. Сразу хочу предупредить, что эльбор использовать на такой ставе смысла нет никакого, потому что будет затачиваться эльбором довольно проблематично, потому что сталь по себе очень вязкая. 5-хром-13, ой, 5-хром-15, я даже не знаю, чей-то аналог. Это, наверное, 420-я, либо 440-я. Бог его знает, не знаю. Так что смело берите китайскую гальванику и работайте. Так, заусенец сформировался по всей длине, проточился. Сейчас перехожу на 0,05. Здесь уже, как говорится, дело пойдет быстрее. И финиширую китайцем на 2000. Итак, продолжаю, потом посмотрим. Итак, нож номер два. Этот я сразу начинаю точить с 600-го камня. Китайский алмаз, потому что я посмотрел в рыжую кромку, особых деформаций нет. Смысла использовать 240-й, там 400-й, 120-й нет никакого. Сталь достаточно мягкая. Она спокойно берется, даже можно начинать точить с 600-го. Никаких проблем нет. Поэтому, если вам попадутся такие ножи и режущая кромка не убитая, можете сразу ставить 600-й. Но, если вы опасаетесь, можете сразу начинать с 400-го. И начинать протачивать. 600-й спокойно точит эту сталь. Здесь тоже твердости запредельной никакой нет. Где-то порядка плюс-минус 56. Они все в таком ключе. Поэтому, опасаться, что вы там что-то сделаете, и у вас алмазы начнут отрывать режущую кромку нет. Так что смело ставьте гальванику и вперед. Почему я рекомендую точить вот такую кухню, которую предпочитает практически 70% населения алмазами, потому что они работают гораздо быстрее, гораздо продуктивнее, нежели я сейчас бы... Вот уже, вот минута этот. Здесь уже четко видим заусенец. Еще минутка сюда. Снимаем шлам. Почему я не точу карбидом кремния? Потому что это вода, это масло, это шлам. И на этой... При такой вязкости это будет образовываться седловина. Потом это все ровнять. 300 лет нафиг не надо. Вот. И почему я не точу кухонную нержавейку именно вот такого плана эльборами? Потому что, во-первых, эльбор работает достаточно агрессивно. и он может долго формировать режущую кромку на... Отрывать может РК, сформированный заусенец. Поэтому я предпочитаю китайские алмазы. Они понятны, они... Все, сформировалось. Убираем 600-ый. Убираем 600-ый. Сразу переходим на 800-ый. Здесь сталь настолько мягкая, предсказуемая, что вы можете переходить с 600-ого камня на 800-ый. С 800-ого сразу переходим на двухтысячники. Там финишировать трехтысячником. Никаких проблем с этим не будет. Так что смело экспериментируйте. Как говорится, и на своем опыте постигайте всю эту науку. Так, очередной нож. И теперь веневский алмаз на медно-оловяной связке. Итак, погнали. 100 на 80. Сейчас минутку отработаем, посмотрим. Такое ощущение, что он его прям срезает, как рубанком, блин. Эту мягкую нержавейку. ТанIRк. Это по-другому. «Автанка-валяны». «Автанка-валяна». И, по-другому надо добавить, что он тут вот этот «буранка». Перепардировка. Ах, и до этого он будет идентичиться. в вещества хранится с дворами. «Автанка» и «мёртанка». ТанIRк. «Автанка-валяна». «Автанка-валяна». Непустим торопытом. отработал блин. Такое впечатление, что он его реально срезает режущую кромку. Зарусение сформировался. Так, ну что ж, продолжаем работать на нем, но все равно после него надо будет переходить на 600 алмаз более тонкий и протачивать этим китайцами. Ну, тем не менее, грызет очень достойно. Итак, нож Фортуна. Если вы думаете, что с этим ножом Фортуна повернулась к вам лицом, ошибаетесь. Не знаю, какая здесь нержавейка, либо вообще какая тут сталь, но 600 казалось бы, алмаз стачивает его просто с бешеной скоростью. И чтобы, как говорится, пыль не летела, желательно делать вот таким вот образом. То есть, мочим полностью зону работы и небольшими движениями на мокром работаем и выравливаем РК. Вот, потому что если работать, даже если мы намочим алмаз, то все равно летит пыль. То есть, снимает абразив в эту сталь очень-очень быстро. А когда здесь все мокренько, все хорошо, работает очень-очень приятненько. В общем, не знаю, что это за Фортуна. Где она взялась на нашем рынке, кто ее выпускает, где она продается. Ну, вот такая вот Фортуна. Ну что ж, не спеша, постихоньку продолжаем. Ну что ж, подошла очередь ножа, я так думаю, от Кизляра. А сетл здесь такой большой нарисован. Начинаем точить. Ну, здесь явно выражена четкая рекурва. Поэтому я китайцами не буду протачивать. Я взял эльборы. Они достаточно узкие. Ну, они почти как китайцы, но эльборами гораздо лучше будет протачивать, на мой взгляд. Хотя китайцы даже уже чуть-чуть. Ну, тем не менее. Рекурву у вас начинающих соточников не должно пугать. Единственное, что хорошо, протачиваем вот этот участок. То есть наклоняем не сильно камень и проходим вот этот загнутый участок не всей площадью, потому что сделаем канавы. А чуть-чуть наклоняем, протачиваем. А здесь уже выходим, как обычно. Точим, доходим до этого. Контролируем проход в зону рекурвы. И потом опять выходим на ИРК. И так продолжаем точить до того момента, пока не проточится. Ну что ж, посмотрим в конце результат. Точу эльборами, веневскими. Финиш будет, скорее всего, 7-5. В общем, на каком-то этапе формирования новых подводов, потому что здесь все кривое. Вот здесь были, как вы видели, сколы. Я перешел на гальванику китайскую от жуков, потому что твердость этого ножа, наверное, 53, может даже 52. За эльбором оно тянется. Эльбор даже 200 на 160 работает непродуктивно. Именно для формирования новых подводов, нового угла заточки. Потому что, блин, за ним тянется. То есть, 240-й алмаз гораздо продуктивнее и гораздо лучше. Потому что, я не знаю, какая здесь сталь на этих ножах. Но написано 65Х13. Как она затермичена, это уже другое дело. Поэтому формирую, протачиваю и выравниваю все китайским алмазом. Потому что, блин, эльбором это будет долго и нудно. Она вязкая, тянется. А потом эльбор ровнять я не хочу. Так что имейте в виду. Переходим к заточке ножа по мотивам ножа Каббар. Что-то такое неуловимое просматривается. Так как здесь уже был сформирован когда-то давным-давно подвод. Сейчас буду его точить на угол 38 градусов. Потому что сведение здесь уже стало достаточно толстым. Ну, если в процессе заточки еще раз его принесут, чтобы уже выйти на такую более деликатную геометрию, чтобы он резал. Что здесь за сталь, понятия не имею. Но есть несколько очерков питинга, ржавчина, где-то какие-то маленькие вкрепления. Ну, не знаю, что это за сталь, поэтому для начала взял венёвский алмаз на медно-оловянной связке 100 на 80. Посмотрим, как он будет работать. И начинаем заточку с формирования новых подводов. Так, ну, что могу сказать. Начинает Жестковатая. Ну, вот мы чуть-чуть я намочил Камень. И уже совершенно по-другому начал работать. Начался быстрый съем металла. Ну, что-то здесь, я так думаю, было кованое. Ну, что, ну, как бы, по первым ощущениям, что сталь довольно-таки крепковатая. Ну, что ж. Все, начинаю заточку. И будем смотреть, как оно пойдет. Начинаю затачивать. 100 на 80. Бедная оловянная связка. Что за сталь на ноже, не знаю. Я, если узнаю у владельца, тогда скажу. Ну, что ж. Погнали. Смотрим результат. Ну, что. Сформировал я режущую кромку. Веневским алмазом на медно-оловянной связке. Где-то около заняло 6, наверное, 8 минут. Вот, пока сформировал аккуратные подводы, потому что здесь режущая кромка и подводы были разнонаправленные. Видно, не знаю, на чем его точили. Сейчас перехожу. Дальше затачиваю эльбором. И могу сказать, что эльбор Веневский работает несколько по-другому, нежели алмаз. Прямо ощущается на этой стали такой явно агрессивный съем. Ну, наверное, даже чуть-чуть я где-то сказал, что пободрее. Либо из-за связки, либо еще что-нибудь. Но продолжаем затачивать псевдокабар. Пока никаких проблем нет. Ну что ж, дальше посмотрим. Ну что ж, основная часть ножей заточена. Осталось вот эти 4 тромантинки с серетерным клинком. Ну, естественно, что серетер каждый протачивать здесь смысла нет никакого. Поэтому на помощь нам приходит вот такая приспособа. Спайдерковский триангл. То есть, берем ножичек. Вот он такой. И аккуратненько со стороны. С гладкой стороны начинаем потихонечку править ножичек. То есть, ставим на то место, где начинается спуск. И потихонечку правим. Потом переходим на вот эту сторону части, где кончик ровный, плейновый. Таким же образом. То есть, ставим с этой стороны. Либо здесь. Вот, протачиваем. А потом я покажу дальше. Ну что ж. С тромантинами закончено. При помощи спайдерка триангл. Восстановили остроту. Так как это ножи в основном овощные. Используются для тонкой нарезки овощей, чего-то. То есть, режет. Очень хорошо. Восстанавливается. То есть, никаких проблем нет. Ставите либо аналог спайдерского триангла. Есть ланский. Потом, по-моему, китайский ноунэм. Без разницы. То есть, ставите керамические стержни. И начинаете работать. Сначала с той стороны, где нет серитера. Потом переходите на ту сторону, где есть серитер. И отдельно протачиваете вот эту сторону, где плейновый участок. Ну, может попасться вам вот такой ножик. С таким вот кривым кончиком. Я не знаю, что можно таким деликатным ножом выковыривать. Какой курсы, что ли, с банки доставать. Не пойму. Вот с ним потом могут начинаться проблемы. Вы начинаете его уравнять. Потом он выгибается. Но лучше это мероприятие сделать вот так вот аккуратненько. Именно вот этим участком. Затачивать именно вот этот участок. То есть, все остальное затачивается очень легко и просто. Никаких проблем нет. Серитер долгое время не тупится. Но здесь он был уже затупленный. Здесь резали что-то, наверное, на металлических, на портфюнях или где-то еще что-то. Или на сковородках. Понятия не имею. Но факт тот, что достаточно было убит серитер. Ну, в общем, получается, не знаю, покажу, будет видно. То есть, самая вершинка серитера, она затачивается, как пила, с одной стороны и с другой стороны. И становится остро. Вот этот со скандиспусками, маленький. Я не стал его в точилке никаких приспособств мудрить. То есть, сделал так, как было заводской, вот этот маленький подводик. Натриан я выставил на 40 градусов. Несколько раз провел. И он очень-очень-очень классно режет. Так что, никаких проблем с заточкой серитера нет, особенно травматинной. Поэтому, пользуйтесь, точите и все будет хорошо. Подводим итоги. Итоги, может быть, интересные начинающим заточникам. Закончил я заточку вот этих всех кухонных ножей, которые я показывал ранее. Итак, по заточке. Все ножи были заточены. При помощи... Сейчас я их уберу, чтобы они не мешали. Так как это довольно-таки бюджетная нержавейка, особой твердости она не отличается. То есть, ну, это стандартные кухонные ножи, масс-маркета, икеи всякие, икеи, магниты, ашаны, ленты. Ну, в общем, из этого, вот, из этого сегмента. Все, в основном, ножи формировал я. Если был уже убитый совершенно нож. Алмазный брусок 240 грит от жуков. Это китайская гальваника. Следующий. Китайский же 600-й. 800-й. 800-й. Ну, 1000-й у меня в коробочке лежит. И финиш 3000-й. 3000-й уже у меня довольно давно. Он уже притерся, отдает хорошую. Зеркальный подводик. Вот. Но при этом делает не особо тонкий финиш. Есть агрессия, потому что тонкими финишем, какими-то там натуральными камнями, еще туфитами, на такой нержавейке смысла нет финишировать, потому что сразу будет ловить потом мыло. Уже проверено. Ну, может кто-то наточит там до каких-то микронных, субмикронных карбидов заточит их на таком уровне, что они будут резать очень долго и глубоко. Но я предпочитаю вот такую кухонную нержавейку из вот этой серии оставлять. Я бы даже оставил на тысячном из-за глаза. Режет долго и агрессивно. Так что смело пользуйтесь китайскими алмазами. Не придумывайте себе никакой лишних телодвижений. Система рабочая. То есть достаточно купить 4 алмаза в наборе и все кухонные ножи, именно вот я имею в виду вот такой серии, любых, у вас они будут заточены быстро и аккуратно. И очень агрессивная режущая кромка будет. Поэтому, а уже рекомендовать натуральные абразивы, вошиты там, всякие, Индии, Софты, Арканзас, и все, я остальное не буду. Это уже на любителя. Это кому что нравится. Но я в основном перешел при заточке вот этих ножей на китайские дешевые камни. И меня это полностью устраивает. Что касается веневских заводов, веневских алмазов на медно-оловянной связке. Это новинка. Работают они очень хорошо. Работают они тоже быстро. Эти ножи, эту кухонную нержавейку, можно ими тоже наточить. Никаких проблем с этим нет. Единственное, что по сравнению с гальваникой, будет работать, может быть, чуть дольше. Потому что эти более агрессивные. Но, тем не менее, результат вы получите одинаковый. Что касается вот этого ножа и ножей из этой серии. Это нож называется Рыбак Сталь 65Х-13. Здесь вот осетр такой большой лазером там ракушки всякие водоросли. Начал я его точить алмаз к эльборами, новиневскими эльборами, но понял, что там твердость, как я уже сказал, наверное, 53, может быть, 52. Он за эльбором тянется, работает очень некомфортно. Ну, понятно, что эльбор точит, но вот КПД очень слабая, то есть он либо засаливается, либо еще что-нибудь. Я сразу перешел на вот этот на гальванику, сформировал подводы и потом уже перешел на эльбор и финишировал эльбором 7.5. То есть, уже в финишнине работает достаточно хорошо, быстро и аккуратно, нежели на такой твердости формировать именно угол заточки. Ну, что ж, вот и все. Подводим итог. Нержавейку сразу это, я говорю, не говорит о том, что вот берите все и точите. Я, по крайней мере, точу китайскими алмазами. Результат меня устраивает. Все, что подвезли, можно переходить на веневские алмазы, либо на медно-оловянные связки, либо на бакелитовые связки обычные. что касается уже ножей более-менее вот такой оперы, здесь желательно ну, это если кизляр, то тут 65х13, опять же, говорю, твердость, не знаю. Лучше, конечно, точить быстро и аккуратно тоже китайцами. Никаких проблем с этим нет. Что касается вот этих ножей ноунейм, фортуна, в общем, это я даже не знаю вообще, какой тут сплав, что здесь происходит, когда начинаешь ее точить, все это летит. В общем, достаточно интересный этот. Что касается, как я уже показал вам, тромантины серейтерной, то есть это точится на спайдерковском триангле либо на типа ланский, по-моему, ганза сейчас начали выпускать, то есть два стержня под определенным углом керамических просто формируете маленький микро-микро, как говорится, подводик. Вершинки серейтера вы его чуть-чуть затачиваете с двух сторон и он у вас снова работает. Это занимает достаточно небольшое время. и поэтому никаких проблем нет. Берите и точите. Можно даже на руках, я думаю, что если взять вот такую косточку, тоже результат будет хороший. Что касается ножей, как говорится, кастомных, которые вам принесут на заточку, то здесь уже нужно смотреть, подбирать отдельно абразив, то есть тем, которым вам будет комфортно работать. На этом все. Всего доброго. Пока-пока.